Приветствую вас. Я думаю, что надо бы определить, что вы, собственно, подразумеваете под тем, что, ну, вот, когда говорите, вела себя как тряпка. То есть я бы хотел, конечно, чтобы вы скорректировали немножечко свое, условно говоря, такое отношение к этому, вот. Потому как это достаточно важная история, там, достаточно важный момент. То есть, а как вы должны были себя вести, вот, по вашему мнению, как? Как вам нужно было вести себя? То есть вы считаете, что вы поступили бы, допустим, не как тряпка, если бы его, ну, если бы старались как-то ему ответить? Или, или что? То есть вот я, я не очень этот момент понимаю. Я, если честно, то есть, что вы сами, вот, хотели бы? Я думаю, что вы действительно, вы действительно ему нравились, молодому человеку, потому что, ну, нет абсолютно никаких причин ему вести себя так с вами. Скромно, вот, мной выше перечисленных. И я, на самом деле, сейчас говорю серьезно, то есть, как правило, молодые люди, они ведут себя вот так, как вел себя ваш... ваш знакомый, только когда есть какая-то симпатия, вот. Ну, то, что вас это задевало, то, что вас это задевало, это, конечно, немножечко такой, другой вопрос, да? То есть, почему вас это задевало, почему вы, к примеру, так реагировали на его действия, а не как-то по-другому? Вот. Возможно, вы тогда были в уязвимой для себя ситуации, и вам было трудно, вам было тяжело. Но, вот, может быть, были какие-то еще моменты, вот, но так или иначе, я думаю, что бы мужчине вы нравились. Иначе бы он не вел бы себя с вами вот так, как он себя ведет. Вел, точнее. Значит, вот вы пишете, а вдруг начало вспоминать самое плохое, как он самозвязался за счет меня. Вот. Значит, угрознял зубы выбить в пары гнева. А вот чем вы его так могли, условно говоря, разгневить, вы не думали, чем вы могли его так разгневить, что он так вот реагировал на вас? То есть, ну, очевидно же, что были какие-то для этого предпосылки, очевидно, что какие-то основания для этого были тоже, я полагаю. Вот. То есть, то, что вы рассказываете, вот, то, что вы говорите, это, знаете как, своего рода история уже закончена. То есть, непонятно, как вы познакомились, допустим, что вы делали вместе, ну, друг с другом. Вот. И так далее. То есть, это вот все не ясно здесь. А момент это достаточно серьезный. Вот. Дальше, да, как говорится, да, даже у меня с ним как-то к драке близилось. Ну, вот, знаете, опять же, да, момент какой есть, момент. То, что, когда люди, условно говоря, ссорятся, да, когда люди ссорятся, причем ссорятся вот явно на путем месте. Это значит, что они играют в так называемую психологическую игру скандал. Вот. И основы, основы для этой игры лежит не что иное, как влечение. Вот. Ну, правда, лишь только с некоторой оговоркой, что человек этого самого влечения, которое чувствует, вот, он стесняется. Вот. И, соответственно, именно потому, что он стесняется и подавляет, вот, влечение, именно поэтому возникает скандал. Ну, то, что он называет скандалом. Вот. Может быть, вы этого не осознавали, потому что были, например, склонны себя обесценивать. Вот. Ну, и, тем не менее, у вас к нему тоже возникало какое-то чувство. Вот. Я так, по крайней мере, думаю. То есть, по крайней мере, вот так оно обычно происходит, так оно обычно бывает, и это нормально. То есть, вы можете, если у вас есть желание, вы можете написать человеку просто, просто написать ему и просто поделиться с ним. То есть, рассказать ему, вот, ну, что было, да, что произошло. Вот. Значит, чтобы он дал вам некую, какую-то обратную связь. Какую-то обратную связь, если он вам даст, то это может существенно вам помочь. Помочь. Это может существенно помочь вам в том, чтобы вот вы данную ситуацию как-то для себя опустили. Ну, вот. Потому что, ну, понятно, что жить так, это нереально. Да. То есть, это очень, 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 очень тяжело и трудно. Вот. То есть, ну, видно, что вас это тягочит. Вот. И поэтому вам, конечно, хотелось бы помочь в этом, безусловно, безусловно хотелось бы помочь. Чтобы вам было не так тяжело. Вот. Но, с другой стороны, конечно, я отдаю себе отсчет в том, что, вероятно, тут достаточно глубоко это у вас сейчас сидит. Вот. Чтобы прям просто взять и убрать это. Дальше, значит, я думаю, это бред. Ну, почему бред? Я вам объяснил, что это совсем не бред. Так, я понимаю, 8-9 лет никогда тебе 15-16 люди уже самовоспитываются. А, честно вам скажу, здесь вы улыбнули. А, потому что, ну, что значит, самовоспитываются, да? То есть, ну, что это значит? Вот я серьёзно, ну, что значит самовоспитываются? То есть, вы хотите, значит, сказать, что есть какой-то определённый возраст, с которого люди начинают вести себя, ну, с которого люди начинают по-другому воспринимать, допустим, реальность? Ну, я так не думаю, если честно, потому что, как бы, известно, что у мальчиков, например, созревание, да, вот именно, если мы говорим о созревании, то у мальчиков созревание начинается гораздо позже. Чем у девочек, вот, и девочка раньше становится такой зрелой, ну, более зрелой, она становится раньше, чем мальчик. Вот, то есть, тут, как бы, непонятно, откуда у вас это. Чем объясните, что такое поведение было, не знаю. А почему вас не устроило то объяснение, что вы нравились человеку? То есть, вы так очень активно выступаете против этого. То есть, ну, что такого? А дальше, я никому плохого не делал. Ну, вы считаете, что негатив, он идёт только, ну, только в ответ на, сделали ли вы что-то плохое человеку или нет. Ну, опять же, если есть мужчина, если есть человек, допустим, у которого есть к вам чувства, да, ну, просто элементарные чувства. И понятно, что этот человек, он, если не имеет возможности вам выразить их, эти чувства, то понятно, что он, скорее всего, будет, ну, негативно реагировать. Вот. Так что, я, если честно, здесь, опять же, не очень понимаю, почему вы так вот достаточно реально пытаетесь отвергать возможность того, что у человека была к вам симпатия, это первое. И почему вы, вот, ну, рады ли вы считаетесь, что, что вот, значит, плохо делают только тем людям, которые сами поступают как-то плохо. Вот. То есть, мне кажется, что здесь вы прекрасно, наверное, отдаёте себе отчёт, что это, ну, гораздо такой более сложный процесс. Процесс. Вот. По своей, так сказать, ну, по своему, по своему развитию. Далее. Ага. Подруги были не особо близкие. Я не очень понял, если честно, к чему вы здесь написали про подруг подруг, да, то есть, ну, просто вот к чему, что вы хотели этим сказать. Потому что говорили вы вроде про своего мужчину, ну, про своего знакомого с мужчину, вот, а потом вдруг сразу вы начали говорить про подругу. То есть, это немножечко странно мне показалось, вот, поэтому здесь я бы хотел пояснение, но, но, смотрите, даже без учёта пояснений, да, есть очень важная тенденция, на мой взгляд. И она, эта тенденция касается того, значит, что вы не имели близких людей рядом, вот, по какой-то причине, вот. А я думаю, что это также желательно бы поисследовать, почему вы, ну, к примеру, плохо сходите с людьми, вот, если вы действительно сходите плохо с людьми, то есть, если у вас, например, подруги, ну, вот, сейчас, на данный момент, вот, если у вас люди, которых, которым вы, допустим, могли бы доверять, да. То есть, вот это всё, то, что нужно поисследовать обязательно для того, чтобы понять всю суть того, что происходит. Дальше вы пишите про то, что я росла у сестры с мужем, вот. То есть, это, ну, наверное, наверное, это, для вас, вам это представляется чем-то таким пастыльным, вот. Может быть, вы с сестрой и мужем лазили не очень, не очень хорошо, вот. Вот. Я не знаю, но этот момент, на мой взгляд, тоже нужно поисследовать. То есть, то есть, ваши отношения, вот, непосредственно к тому, что вы жили у сестры с мужем, то есть, вы, вероятно, ну, может быть, стыдились своего состояния, стыдились того, что у вас нет родителей и, возможно, поэтому вы не могли, например, сблизиться, допустим, с теми людьми, которых вы считали для себя важными, например. Вот. То есть, ну, тут вот, мне кажется, нужно этот момент обязательно поисследовать. Вот. Дальше, об этом никто не знал. Да, почему? Почему об этом никто не знал? То есть, вы, получается, об этом никому не говорили. Вот. Вот. И мне очень хотелось бы, очень хотелось бы понять, вот, почему, почему вы никому не говорили о том, что вы живете с сестрой. То есть, вы были одна, вы чувствовали себя, там, как-то, ну, изгоем или что, или как. То есть, вот этот момент, мне кажется, тоже нужно поисследовать, вот, потому что это важно. Дальше. Так, один раз я выходил из дешевого комната, он меня бросил снегом, я ему не хотел отвечать, потому что ко мне помыть так, как он мне просто, как он мне просто, как он мне просто, потому как он мне просто надоел. Я вот с моментами, да, выкрикивал, с места, какая я, я делаю вид, что будто не слышу. Ага, я хочу понять, я вела себя таким образом, как тряпка. Ну, опять же, опять же, опять же, да, смотрите, вот, что будет, да, что будет, если мы вам скажем, что да, вы вели себя как тряпка, вы вообще плохая, вот, и так далее. Вот, что будет, что будет в этом случае с вами. То есть, ну, вы же не будете спорить с тем, что все равно вы вели, вы себя вели так, как хотели. То есть, вот, как хотели, так себя вели. И это может быть хорошо, это может быть плохо, но почему-то вы сейчас боитесь, что будете выглядеть как тряпка, но в глазах кого, опять же. Возможно, у вас, именно в вашей жизни сейчас, сейчас что-то изменилось, вот именно сейчас что-то, ну, что-то произошло. такого, такого, что мотивирует вас на подобное изыскание, на подобное самокопание. Возможно, вы чувствуете себя одинокой все же. И поэтому, вот, собственно, и вспомнили человека. То есть, вспомнили его просто, потому что он к вам проявлял, пусть и негативную, да, пусть и негативную. Но он к вам проявлял негативные отношения. Вот. И вам это было, может быть, и неприятно, скорее всего, это было неприятно. Но, тем не менее, лучше это было очевидно, чем, вот, ничего вообще. То есть, вот почему вы о нём вообще вспомнили, да, вот почему вы о нём вспомнили вообще. Очевидно, что что-то этому, ну, что-то этому предшествовало. Вот. И мне кажется, мне кажется, что данный момент его нужно обязательно поисследовать. Вот. Мне так кажется, по крайней мере. Вот. Там это, ну, сами, сами подумайте, ага, просто сами подумайте о том, что, вот. Ну, о том, как, как, как это всё выглядело. Вот. И также не подумайте, что мы пытаемся вас как-то, ну, я пытаюсь вас как-то задеть или обвинить. Просто нужно разобраться, вот, нужно разобраться в том, что произошло с вами. Для чего, опять же, разобраться, зачем, да, чтобы вы лучше себя понимали. Чтобы вы могли знать, к чему вы стремитесь сейчас, чего вы хотите сейчас, что вас будоражит, что вас тревожит. Вы не хотите быть тряпкой именно перед этим мальчиком или вообще перед всеми людьми, которые, допустим, учились, ну, вот там, в этом, ну, в этом месте, да, в этом учебном заведении. И так далее. Вот. Понимаете, какая штука? То есть, вот, ну, нужно, нужно этот момент, а, поисследовать вам, чтобы лучше понять, ээээ, себя. На мой, по крайней мере, взгляд. По моему, по крайней мере, мнению. Вот. Дальше. Вы пишите. Так. Я делаю вид, эээ, так, предсказите, предсказите ваше мнение. Сейчас, прошло несколько лет, я повзрослела, давно мне зарывался, мне немного достигается тем, что я не знаю, как отнестись к этой ситуации. Эээ, ну, вот, опять же, опять же, да, момент, как отнестись к этой ситуации? Чтобы что? То есть, с какого аспекта вы хотите к этой ситуации отнестись? С какого ключа вы хотите к этой ситуации отнестись? И вопрос, не менее, на мой взгляд, не менее важный, да, вопрос. Правильно ли сказать будет, что у вас нет сейчас отношения к этому? А что это значит для вас, что у вас нет отношения к этому? То есть, вот, давайте просто поисследуем все вот эти вот моменты, да, и придём, ну, просто к чему-то, к какому-то единому, к какому-то решению, к какой-то, эээ, позиции. Вот, я думаю, что очень многое останется для вас понятно. Ну, пока что, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку любому из экспертов, который вам понравился, чтобы, эээ, разобраться с тем, что вас беспокоит. Вот, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.